Несколько часов назад в Тегеране в торжественной, но скромной обстановке приведен к присяге новый президент Ирана. На июньских выборах Хасан Рахауни победил в первом же туре, набрав более половины голосов и сменил на посту главы государства одного из главных недругов Запада Махмуда Ахмадинижада. Изменится ли что-то в иранской политике с приходом нового руководства и в какую сторону, Павел Матвеев пытался понять. Внешне церемония инаугурации нового президента Ирана ничего особенного. Видали и пышнее, и трогательнее, и державнее. Ну, принял присягу в парламенте на глазах депутатов и зарубежных делегаций из более чем полусотни стран. Всего-то. Но Иран хоть и ближний, а восток. Тут знаки мельче и смотреть надо пристальнее. Что такое 50 с лишним иностранных делегаций? Это сенсация. Такого на подобных церемониях не было во всей современной истории страны, то есть после революции 79-го года. Вот под косвенным признаком, принюхиваясь, мир в эти дни и пытается понять, что несет Ирану ветер перемен на властной верхушке. Стремления правительства будут направлены на спасение экономики Ирана и развитие конструктивных отношений с миром. Обещаю принять необходимые меры на международной арене для обеспечения прогресса Ирана, защиты его национальных интересов и снятия санкций. Эти слова Роухани произнес после того, как получил благословение духовного лидера страны Аэталых Аминеи. Примерно то же говорил и после присяги. Что за меры и в чем прогресс? Практически все, кто прямо или косвенно знает Роухани, отмечают, что он умен, умерен и способен на компромисс. С точки зрения имиджа, особенно в сравнении с предшественником, безбашенным Ахмеденежадом, он явно выигрывает. Но что изменится помимо имиджа? К огромному сожалению, ничего оптимистичного не предполагаю. Но разговаривать с президентом Роухани будет чрезвычайно приятно. Его переговоры с Западом по ядерной проблеме Ирана, его переговоры по снятию бойкота Ирана в экономике, как минимум дадут Ирану возможность доделать атомную бомбу и ослабить давление в экономике. Результатом чего, безусловно, будет жесткое столкновение и с Израилем, и с Саудовской Аравией, но это уже второй вопрос. То, что генеральная линия на противодействие США, Израилю и прочим заклятым друзьям, будет продолжено, пусть может и в более мягкой форме, ясно и из слов того самого Аяталы Хаминеи, чье слово обычно решающее. Мы должны быть сильными и не капитулировать перед трудностями и санкциями. Вопреки вызовам и враждебности, Иран будет продолжать двигаться по пути прогресса. Что касается отношений Ирана с Россией, то и тут, видимо, мало что изменится. У Москвы и Тегерана есть свои цели, которые важнее персоналей. Наши двусторонние отношения с Ираном зависят не от личности президента, а от такого простого фактора, как государственный интерес. Мы не будем Запад поддерживать против Ирана, но мы и Иран не будем поддерживать против Запада, это не наша война. Бывает, что один президент сменяет другого, и ничего, страна толком этого и не замечает. Бывает, наоборот, все по-новому, до основания, а затем. Случай с Раухани, похоже, завис где-то в середине, что для Ирана совсем неплохой вариант. По крайней мере, так кажется пока. Павел Матвеев, Юлия Закревская, Вадим Медведский, НТВ.